Всем привет! С вами Наталья Ламфео и сегодняшнее видео будет о моих последних покупках. Я расскажу, что здесь у меня находится и расскажу немножечко о каждой вещи. А также в конце видео я покажу вам милейшие игрушки, которые делает моя бывшая одноклассница. И, кстати, вы сможете их у нее заказать. Я оставлю все контакты. Итак, начинаем! Так вышло, что мои последние покупки в основном это бьюти, различные приобретения. Ну и немножечко канцелярия я приготовила вам показать. Потому что, ну да, как вы знаете, кто смотрит меня достаточно давно или читает мой блог, то я очень люблю всякие записульки, блокнотики и прочее, но сейчас не об этом. В общем, первая вещь, да, из бьюти мира это вот такой вот желтый флакончик. А именно это Smoothie Deeply Moisturized Moroccan Moisture. То есть, в переводе это такой, скажем, лосьон, крем-гель для разглаживания волос. То есть, когда вы помыли голову, у вас еще мокрые волосы, вы берете, выдавливаете немножечко на руку этого средства, рассираете ладонях и наносите вот так послопывающими там или такими легкими движениями по волосам. И смысл в том, что эта вещичка помогает выровнять ваши волосы, сделать их более прямыми и послушными. Заказывала я этот тюбик на сайте walmart.com, то есть у нас этой фирмы, в принципе, в магазинах нету. Мне она очень нравится. Следующая вещь, это лосьон для глубокого очищения лица от Clean & Clear. Взяла я специально для чувствительной кожи, потому что знаю, что Clean & Clear очень славится тем, что у них такие, скажем, ядрененькие, подсушивающие средства все-таки для лица. И с ними, наверное, надо все-таки как-то поаккуратнее, я считаю. Вот. И я надеяла, что да, для чувствительной кожи он у Ленечка более мягкий. Но я надеюсь все-таки, что, наверное, это так и есть, потому что я бы не сказала, что он как-то сильно сушит мою кожу. Тут пишут, что он удаляет загрязнение и жир предотвращает появление прыщей. Купила я его, потому что у меня началась небольшая сыпь на лбу. Ну, не сказать, что уж прям прыщи прыщами, но есть небольшая сыпь. И вот я решила протирать им лицо. Стало, кстати, да, их действительно поменьше. Было довольно-таки много, сейчас стало поменьше, но все-таки еще есть. Пользуюсь я около недели. Ну, в принципе, я довольно-таки довольна. Кстати, еще он сужает поры. Это огромный-огромный плюс. Следующая вещь, это вот такая туалетная водичка от Ifrashy. Купила я ее в маленьком формате, потому что боюсь, что большой бутылек я не смогу так быстро на себя вылить и стратить его до конца, потому что все-таки духов у меня много. И я взяла такую миниатюрочку с запахом персика. Пахнет действительно просто офигенно. Я бы не сказала, что прям вылитый персик, а будто скорее персиковое какое-то, наверное, либо персиковое мороженое, либо персиковое варенье. Но запах обалденный, то есть это такое напоминание о лейте, потому что это кончается. Поэтому эта водичка меня очень радует. Далее у нас идет маникюрная вещица, а именно это от фирмы Severino, я так поняла. Венил называется, это база под лаки для ногтей. Она обладает таким свойством, что лаки будут дольше воздержаться на ногтях. Также она укрепляет ваши ногти, по-моему, помогает от расслоения. Дело в том, что у меня кончается моя база от Салиханса, но я купила вот этот вот винил. Пока же сказать о ней ничего не могу. Напишите, кстати, в комментарии, если у кого-то есть именно такая и как вам она вообще нравится или нет. Далее идет то, что я очень давно не показывала, а именно лаки для ногтей. Так как я лакоманьяк, для меня было очень странно, что я давно не покупала лаки. И вот тут на днях, точнее на днях, а именно в моем одержании, 25 августа, я купила вот эти два лака, они от фирмы Rio. Они стоят всего лишь 4,50 рублей, по-моему. То есть очень дешевые. Что мне понравилось, что вот этот вот розовенький, он очень-очень нежный, и у него есть эффект, я называю это эффект перепелиного яичка. То есть здесь такие вкрапления темненькие. Но кто-то называет такие лаки долматинец, типа долматиновый эффект. Вы знаете, для меня это перепелиное яичко, и яичко очень-таки приятное. А вот этот лак, он просто с блестками малиновый, сиреневый, красный. То есть его можно использовать как топ на фон какого-то другого лака. Будет очень симпатично смотреться. То есть я считаю, лаки довольно-таки халявные и очень своеобразные. Мне они очень понравились. Следующие бьюти-вещички я заказала с сайта Forever 21. Итак, что у меня здесь находится? Во-первых, у меня здесь находится вот такой вот наборчик кистей для макияжа. Естественно, они не представляют собой каких-то профессиональных, шикарных кистей. Они просто удобны в использовании. Заказываю я подобные кисти уже второго раза. У меня уже, кстати, есть два набора с Forever 21. Входит сюда вот такая вот кисточка для румян. Я ее использую. Вот такая вот щеточка для бровей. Расчастливать брови. Далее здесь есть вот такая тоненькая кисточка. Я думаю, это для помады. Для помады она очень сойдет. И две кисточки здесь есть. Одна идет для бровей. Вот такая вот скошенная, квадратненькая. И одна идет просто как растушевывать тени, я думаю. Просто можно и... Ну и просто наносить тени наверх. Что мне понравилось, что кисточки очень симпатичные. Ну, как вы сами видите, они с принтом. Таким с узором, точнее, с узором цветочек. Мятного такого цвета. Очень фотогеничные кисточки. Да, если вы собираетесь фоткать их в инстаграм. Ну, то есть они очень позитивные. Вот. И, в принципе, я им пользуюсь. И ничуть не жалею, что их купил. Тем более, они стоили очень-очень дешево. Далее три вещички тоже от Forever 21, как я и сказала. А именно тут идут блески для губ. Три блеска для губ. Вот такие вот в коробочках черных. Очень симпатично, кстати, и дорого выглядят. Несмотря на то, что они все-таки довольно-таки дешевые. Так, начнем с одного. Блеск для губ у нас называется High Pigment Gloss. То есть заявляет, что он очень устойчивый и пигментированный. Да. Здесь, не знаю, написано ли цена. Да, вот стоит он чуть-чуть, не дотягивая до 4 долларов. Всего лишь. Всего лишь 4 доллара. И оттенок Peach. Знаете, он очень нежный. И он такой розовый. Но все-таки разбавлен чем-то персиком. Действительно, он называется персик. Но я бы сказала, что персик такой с розовиночкой, симпатичный. И для жизни самое то. Для повседневного макияжа очень красивый такой блеск для губ. Не яркий, не броский. Самое то. Далее блеск идет вот в такой квадратной коробочке. Оттенок называется Champagne. Champagne. Не знаю. Как всегда кто-нибудь напишет, ай, ты не умеешь приносить. Ладно, как приносила, так произнесла. Стоит он тоже не дотягивая до 4 долларов. Совсем дешево. Представляет он с собой такой, знаете, как будто искорки действительно. Вот цвет шампанского есть такой. Как вот охарактеризовать цвет шампанского? Что-то есть в нем персиковое, но с блестками. Очень симпатичный блеск. И третий блеск, тоже из серии квадратных тюбиков, называется он Baby Pink оттенок. Он розовенький, бледный, с маленькими-маленькими блестками. Даже я бы сказала, это не блестки, потому что они точно не ощутимо на губах, а как такой шиммер. Легкий шиммер. Очень приятный цвет. Кстати, я не пользовалась всеми тремя блесками еще, потому что я должна была снять обзор. Поэтому я думаю, что я покажу оттенки у себя в блоге, напишу пост, сфотографирую поближе. И вы увидите, что они себе представляют. Так, ну и последние две вещи из моих покупок. Это канцелярия, как я уже и говорила. Но у меня здесь сегодня не блокнотики, не всякие бумажки и наклеечки. А у меня здесь два набора гелевых ручек. Вот такие вот наборчики. Купила специально, чтобы писать письма, чтобы как-то оформлять. Ну и вести свои блокноты, записывать что-то, красиво выделять. Очень понравился вот этот вот набор. Во-первых, они пастельные. То есть цвета-то как бы оранжево-зеленый, голубой и средневый, но они нежные. Нежные какие цвета. Очень симпатичные. Я думаю, подписывают всякие открыточки. Очень классно будет такими ручками. Меня просто свел с ума вот этот вот цвет. Их оттенки, так скажем. Я не могла не купить. И скоро я буду им пользоваться. Так что те, кто пишет мне письма, я буду отвечать вам такими красивенькими ручками. Следующий набор гелевых ручек это мини-ручки. Смотрите, какие они маленькие. Я вам покажу. Ручка-коротышка. Когда Валера увидела этот набор, он сказал, что, наверное, неудобно держать в руке такие мелкие ручки. На самом деле, мне нормально. То есть, возможно, что мужицкая рука почувствует как-то, что не очень удобно держать такую ручку. Но моя, женская, маленькая, все хорошо. Здесь целых 16 цветов. И они с блестками. Они с блестками. Вообще обалденные ручки. Я очень довольна этой покупкой. Ну и, как я уже говорила, я хочу показать вам милые игрушки, которые делает моя бывшая одноклассница Настя. Сделаны они из синтепона. Их можно стирать. Можно подобрать любой цвет на ваше усмотрение. Вы можете высказывать свои какие-то пожелания в работе. Просто пишите Насте. И вы с ней договоритесь, какую именно игрушку вы хотите. Здесь у меня есть вот такие два милых котика. Я решила, что это мальчик и девочка. Потому что он один голубенький, другой розовенький. И вот такая сладкая парочка. С белыми носиками и с маленькими симпатичными глазками. Далее идет вот такой милый жирафик. Кстати, не знаю почему, но мне прям жирафик понравился больше всех. Он с закрытыми глазками. У него даже есть реснички. У него милая грифка. И очень симпатичные ушки. И мне нравятся цвета, из которых он выполнен. Очень красивый жирафик. Дальше у нас здесь идет розовый зайчик. Розовый зайчик у нас такой достаточно толстенький. Поесть походу любит. Да, он довольно серьезен, судя по его выражению в мордочке. И у него милая ромашка на ушки. И желтый шарфик. То есть такой довольно-таки модный зайчонок. Дальше идет Мишка. Мишка у нас такой с длинными лапками. Довольно-таки прикольно смотрится. У него милейшая круглая пузика. И у него тоже желтый шарфик, как и у зайчика. Мишка тоже у нас моднявый. Ну и последний это вот такой голубой котик. Да, я так поняла, что это котик. Он хотя такой немножечко грустненький. Но, да, он достаточно яркий. Поэтому он очень позитивный. Кстати, он довольно-таки длинный. Очень интересный. Мне он очень понравился. Особенно его розовый носик и открытые глазки. Ну и на этом видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Также подписывайтесь на мой канал. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока! А именно тут у меня идут три... А именно у меня тут идут три... Да твою же мать. А именно у меня тут идут... Да че? Твою мать. А именно у меня тут идут... Че за хрень? Продолжение следует... Продолжение следует...